всем привет давно не виделись не виделись не квартире обычно вы видите мои руки при распаковке 100 лет уже не выходил никуда сегодня вылаз все выходной и хотел я сходить на природу но появились срочные дела срочные дела надо было съездить дочке в санаторий она отдыхает с тещей санаторий надо было к ним съездить погулял с дочкой и вот на обратном пути увидел такую ну симпатичную симпатичный лесок сосны вон там машина моя боль трассы стоит сосны калмы какие-то дорожки пройдусь буквально не знаю немножко я сто лет не выходил никуда в этом году и в прошлом уже если честно забыл когда не раз выходил только по моим видео можно вспомнить когда я последний раз выходил очень очень жалко ну как говорится жаловаться на недостаток времени может каждый бросить все и пойти и погулять по лесу нам ничего не мешает завтра мне еще один выходной может быть выберусь если опять ничего срочного не подвернется здесь вот люблю такую холмистую местность погуляю буквально может минут 15-20 потом нужно будет ехать уже за женой со мной мои часы сяоми амазфит бип здесь есть компас но его нужно калибровать то есть говорят что его нужно один раз калибровать вот такими вот движениями типа и он работает вот все засвечивает день надо найти вот он показывает n север то есть стрелка каком направлении я иду ну и расхождение то есть так называемый азимут то есть угол расхождения моего пути от севера этот компас совсем не точный то есть мне не нравится что его постоянно нужно калибровать его сегодня уже два раза калибровал только выходишь он сразу сбивается но это лучше чем ничего то есть я сейчас не планету куда-то заходить далеко первых у меня времени нет во вторых и не взял с собой ничего я классная сосна тоже нравятся такие виды это не сосна этой ель нет сосна нет ель ель это у нас елка а это у нас все сосны сосновые леса сосновые бары вот видно признаться друзья но в этом году даже ни разу не купался август идет 5 6 августа сегодня то есть по сути купальный сезон уже закончен а я в этом году еще не купался ни разу и наверное уже не искупаюсь потому что у нас тепло как бы градусов 20 23 до 25 до 15 но дожди грозы рыбы искупаться можно но опять же никогда не особо хочется поедем поедем отпуск как говорится на чужой земле искупаемся чужих водоемах в море ножки помочь им здесь какая-то дорожка полевая ну там трасса федеральная откуда я пришел она шумит и и слышно будет далеко далеко поэтому да и уходить далеко я не буду а здесь леса небольшие то есть такими участками недалеко от города населенные пункты всякие разные там база отдыха и тому подобное то есть небольшие участки леса между обитаемыми зонами все она приятно хотя бы так прогуляться потому что соскучился у нас еще одна проблема все лето и сейчас в том числе идет пожароопасный сезон то есть запрещено посещать леса граждан запрещено посещать леса ну и соответственно разводить косты за разведение костра там вообще от штрафов до уголовной ответственности и просто посещать леса тоже запрещено и уезжать чтобы нормально уехать лес нужно выезжать плата очень далеко я таких мест особо не знаю есть у меня недалеко от города несколько мест которых я раньше ездил и гулял и ночевал но там они далеко от города и там могут быть какие-нибудь лесники особенно если ты разводишь костер дым это все видно и вы совсем не хочется попасть на штраф вот одна из еще причин по которым я не выбираюсь в лес вот можно конечно без костра просто прогуляться тоже хорошо можно взять горелку газовую с баллоном с газовым то есть есть она у меня и на ней отогреть себе тушеночку и чаек как бы выход и есть варианты есть но говорится было бы желание возможности всегда найдутся видимо желание не такое сильное чтобы искать возможности вот просто поговорил в лесу просто погулял комар напился крошки моей что показывает мой компас ну он играет то есть север туда-сюда комары закусывают за гидают ну вот как всегда везде следы людского уродства ну что сказать пожалуй все пойду назад машине потому что времени совсем нет куда-то отходить дальше смысла нет планировал без машины сегодня пойти уехать на автобусе за город то есть дачные эти автобусы маршруты на нибудь отъехать рюкзачком ну чисто на день прогуляться как следует поесть в лесу жечь костер не не хотел не собирался потому что ну гулять лесу это одно жечь костер это другое вот потому что если ты на машине то ты ушел от машины погулял и тебе надо возвращаться машине машине конечно удобней плюсов больше но вот то что у вас возвращаться ней если идешь просто погулять в машине приходится возвращаться а если ты без машины ты можешь выйти в одном месте уйти на несколько километров много километров и где-нибудь совсем другом месте уже выйти тебе не нужно возвращаться туда откуда ты пришел вот так я ни разу не ходил до сюда все время на машине ездил поэтому есть желание так вот сходить в желании сегодня это сделать но не получилось срочные дела я ушел какую-то другую сторону а своей машины компас мне не помог буду возвращаться ближе я ближе к дороге не выходя на нее то есть он там проглядывается дорога шум конечно вы его слышите чуть в отдалении вдоль дороги пойду так там душа радуется прогуляться по лесу не знаю даже почему я последние несколько лет не получалось меня выбраться еще палатка где-то потерялась вместе с переездом то есть моя любимая палатка быстро разборная искал 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 не на балконе не в подполе не на даче нигде нет же не знаю сейчас и палатка того получается у меня нету вот опять идет снижение 5 идет снижение пожалуй последний раз я гулял как раз от дачи когда когда залез в болото в какое-то чуть не увяз в нем пожалуй вот тогда и для последний раз это было то ли прошлую однако позапрошлый год это было вот здесь такие живописные холмики да я понял где уже сориентировался вот на том холме я был то есть показывал вам дорожку вниз вот сейчас я на него поднимусь и он там должна быть моя машина давайте посмотрим вместе не совсем ли я топографическому кретинизму подвержен хотя в лесу бывает плутаю потому что по лесу надо идти куда-то идти я обычно просто гуляю когда гуляешь смотришь башкой вертишь направо налево вверх вниз то есть отклоняешься туда-сюда то есть и направление она сбивается вот правда на он на машина ощущение направления сбивается то есть кажется что и шел прямо на самом деле куда-то завернул в одну сторону в другую попетлял мы один раз так не слабо заблудились в лесу могли машину найти много лет назад но я все-таки вывел нашел самостоятельно машину вот вот такой ну ка компас посмотрим нет вот час вот видно то есть вот час как бы конечно нужно брать желательно компас нормальный у меня есть компас нормальный старый советский но хотя бы хотя бы вынуть чон так скачет север то есть вообще то там то там не знаю насколько ему можно доверять наверное нельзя но допустим как им можно пользоваться вот он более-менее сориентировался где север и вот примерно допустим ну 90 ориентироваться на 90 градусов азимота 95 и идти то есть идешь идешь проверил что да идешь примерно так то есть чтобы потом вернуться поворачиваешься и ищешь уже там сколько обратный азиму то есть от 360 градусов отнимаешь 95 и там 90 это мои рассуждения примерно возможно они неправильные то есть я в детстве ходил в туристический кружок там мы и по карте ходили по компасу но ходила туда несколько месяцев потом он это благополучно закрылся ушел учитель тренер и все и кружка не стало даже на соревнования по спортивному ориентированию ездил там что-то получалось что-то нет но как-то не отложилась у меня в памяти так вот сильно как ориентироваться по карте по компасу вот так чисто интуитивно думаю что может получиться ну все наговорил уже 17 минут ой шумно как пора ехать очень рад что погулял рад был как будто всех увидеть ходите в лес ищите возможности а не оправдания для своих желаний и исполняйте свои желания вот как то так такой совет который я пытаюсь который я даю сам себе в первую очередь и пытаюсь его ему следовать не всегда получается но живем один раз давайте же делать то что хотим не во вред другим все пока